Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава третьей книги «Цари» или «Царств» для библейского портала «Экзегет». Считаю свой перевод. Ну вот, эта часть книги, она про триумф Соломона, про то, как при Соломоне прям всё хорошо. И, конечно, приятно читать такие главы. К сожалению, книги «Цари» в целом довольно депрессивные, если честно. Вот здесь такая высшая точка, расцвет израильского государства, а дальше всё пойдёт портиться очень скоро. И конец четвёртой книги «Цари» — это будет просто полный ужас. Но пока всё хорошо. И помимо того, что можем порадоваться, что всё хорошо, мы можем обратить внимание, а что, собственно, хорошо. Вот в конце девятой мы обратили внимание, что всякие упоминания золота, которые без конца встречаются, они, ну, как бы между делом. Ну вот, не что-то такое, что надо отдельно расписывать. Ну да, заодно там очень много золота получили. Вот десятая глава более подробно описывает более важную вещь. «До царицы страны Шева дошёл слух о Соломоне и об имени Господа». Что за страна Шева, никто не знает точно, где-то в Южной Аравии, судя по всему. То есть там Йемен, Оман, вот примерно эти места. Но эфиопы считают, что это их страна. И свою царскую династию возводят к той встрече, которая как раз в этой самой десятой главе описана. Для чего, конечно, нет никаких оснований. И она отправилась к Соломону, чтобы испытать его загадками. Она прибыла в Иерусалим очень торжественно, со множеством верблюдов, навьюченных приправами и золотом, с драгоценными камнями. Она пришла к Соломону и говорила с ним обо всём, о чём пожелала. И на все её слова Соломон дал ответ ни на что, то есть ничего скрытого от него, на что бы он не мог ей ответить. Интересный момент. Смотрите, ну, во-первых, такой древний способ состязания. Сегодня у нас там что, где, когда, всякие там брейн-ринги и прочее. А тогда состязание загадок. Ну, в принципе, то же самое, что и сегодня. То есть нужно дать ответ, но сегодня эти состязания, они часто на хаотичную эрудицию. Кто там был кем-то, да, или как называется, то-то. Случайно человек знает или не знает. А загадка – то, что требует включения ума, да, то, что можно, даже не обладая конкретными познаниями, просто сообразить. Мне очень жаль, что повествователь не рассказал загадки царицы Шевы или Савской, как она в старых переводах. Наверняка, среди них было много интересного. А с другой стороны, но ведь это состязание мудрецов. Наверное, они не делали его публичным. Может, никто и не знал, о чем они там беседовали. В отличие от сегодняшних всех этих «что, где, когда», которые проводятся, или кто хочет стать миллионером, которые проводятся на публику и для того, чтобы заработать денег. А тут вот люди, правители разных стран, и достаточно богатые, судя по всему, им интересно общаться друг с другом. Это такой вот интеллектуальный поединок. Соломон, похоже, победил. Ну, напомню, что эфиопы считают, что царская династия тут и зародилась, когда они вступили в некие романтические отношения. Но в тексте ни слова о подобном нет. Это фантазия, судя по всему. Царица Шева увидела мудрость Соломона и построенные им храмы, как пируют за его столом, и как рассаживаются его приближенные, и как стоят прислужники, и как они все одеты, и какие у него вина черпи, и какие жертвы приносит он в храме Господнем. Обратим внимание, что на первом месте мудрость, на втором месте люди, как они служат ему, и только на третьем так мельком богатые одеяния. Тогда перехватила у нее дыхание, и она сказала царю, правда то, что слышал я еще в моей стране о твоих делах и о мудрости твоей, но не верила тем словам, доколе не пришла и не взглянула своими глазами. Вижу, что и половина мне не рассказали, еще больше у тебя и мудрости, и добра в сравнении с тем, что я слышала. Блаженные люди твои, слуги твои, постоянно стоящие подле тебя и слышащие твою мудрость. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволел посадить тебя на престол Израилев. Да, по вечной своей любви к Израилю поставил себя Господь царем, творит справедливый суд. Она подарила царю 120 талантов золота, опять это как бы мельком, да, в конце, много-много. И великое множество благовоний, и драгоценные камни, и не бывало прежде такого множества благовоний, как те, что царица Шива подарила царю Соломону. Почему, кстати, считают, что это Южная Аравия, в том числе, потому что там довольно много этих растений, смолы которых получают ладан и прочие благовония. И обратим внимание, что все-таки люди важнее золота, да, что этот эпизод, он не нужен для вот какого-то объяснения состояния дел. Как в прошлой главе у нас говорилось, что Соломон передал царю финикийского города Тира города в Галилее. Да, это нужно объяснить, почему это в Галилее вдруг финикийские города. Или не нужен для развития повествования. Как в истории с Давидом, практически любое событие было нужно, чтобы продвинуть вперед повествование. Оно имеет свои последствия, там будут выводы. А вот просто люди обмениваются мудростью, и это очень важно. Да, еще, кстати, было золото. Но золото на втором месте. И корабли Хирама, Тирского как раз царя, он своих корабельщиков поставил на корабли, которые ходили по Красному морю куда-то в юг, в южную часть Африки, в экваториальную часть. И корабли Хирама, что возили золото из Афира, привезли также из Афира красное дерево в изобилии, драгоценные камни. Эту древесину царь Соломон пустил на украшение Господнего храма и царского дворца Анаарфа и лиры для музыкантов. Не привозили прежде такого дерева и даже не знали о нем. А Соломон подарил царице Шеве все, чего она не пожелала и не попросила, сверх того, что отдал ей царь Соломон по своей воле. И она вернулась домой вместе со своими слугами. Вес золота, который ежегодно поставлялась царю Соломону, составлял 666 талантов. Цифра, которая, конечно, всем знакома, потому что в Откровении Иоанна Богослова это число антихриста. Но вряд ли здесь есть какая-то перекличка. Может быть, 666 это символическое на самом деле число, потому что семерка это полнота мироздания, да, семь дней творения. А шестерка это не полнота мироздания. И вот в трех разрядах, да, 666, сотни десятки единиц, то есть много, очень много, почти все золото мира, но почти. И это сверх того, что поступало от купцов и торговцев, аравийских царей, наместников областей. Кстати, не очень понятно, а кто же ему это поставлял, если торговли сюда не входят и налоги сюда не входят. Наместники областей, это же те, кто собирает налоги. Что это, какая-то дань от иностранных гостей, вроде этой самой царицы Шева, что же это ежегодно одна и та же. Непонятно. Может быть, это надо понимать все-таки символически, как некоторые описания. Вот золота у Соломона было, ну, прямо очень много. Царь Соломон сделал 200 больших щитов из кованого золота, на каждый пошло по 600 шекелей золота, и 300 малых щитов из кованого золота, на каждый пошло по 3 мины золота. Их он развесил на стенах дворца из ливанского кедра, просто как украшение, да, или такой способ хранить свой золото-валютный резерв, потому что золото, она же и валюта. Ну, вот в храме и во дворце висят эти щиты, потом, к сожалению, их придется использовать для того, чтобы откупаться от иноземных царей. И, может быть, кстати, вот это такая, знаете, идеальная картина прошлого. Конечно, повествователь живет спустя продолжительное время после правления Соломона, недаром там говорится, и по сей день. То есть, ну, мы не будем говорить про вчерашние события, и по сей день, мы скажем, что там было 100 лет назад, и вот и по сей день стоит этот храм, или там есть такой обычай. Вот, так что расстояние довольно большое. Возможно, это попытка рассказать о благополучии царства. Вот в те времена, когда бюджет дырявый, когда экономика плохая, я перевожу на современный язык, но такие вещи всегда происходили, когда с деньгами в казне все очень печально. И сказать, смотрите, а ведь было время. Но для чего? Для того, чтобы вызвать такую ностальгию. Эх, вот Соломона бы нам вернуть, да, как сегодня многие люди говорят, что надо вернуть там. Ну, кто каких правителей прошлого предпочитает видеть. А вот тогда бы мы зажили. Нет, я думаю, что не для этого, а прежде всего для того, чтобы рассказать. Третья книга царства, четвертая ее продолжающая, они не просто история, они история с выводом. Как получилось, что это великолепное государство пришло в упадок, об этом мы узнаем. И, собственно, основной смысл вот этого описания великолепия, мне кажется, сказать, дать картину, от которой берет отсчет дальнейший упадок. Царь сделал большой престол из слоновой кости, а бил его чистым золотом. К престолу вели шесть ступеней, у него была округлая спинка и подлокотники с обеих сторон, а подле подлокотников стояли два льва. Еще двенадцать львов стояли по обе стороны из шести ступеней, и такого престола не было ни в одном царстве. Все сосуды, из которых пил Соломон, были золотыми, и все сосуды во дворце из ливанского кедра тоже из чистого золота. И не было там серебра, потому что во дни Соломона оно совсем не ценилось. Но царя были на море корабли дальнего плавания вместе с такими же кораблями Хирама и Феникисами. Раз в три года привозили они золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Видите, обезьян и павлины – это же большая ценность, чем золото. Ну, потому что диковинки. И превзошел царь Соломон всех царей земных богатством и мудростью по всей земле, стремились люди увидят Соломона, услышат мудрость, которую вложил Господь в его сердце. И каждый приносил с собой дары – золотые, серебряные сосуды, одежду, оружие, лошадей, молов и так из года в год. Вот, наверное, 666 талантов и набиралось. Но, правда, странно, что такая точность, если это добровольные приношения, они не могли быть одинаковыми каждый год. Соломон набрал колесницы и всадников, так что было у него 1400 колесниц. Вечная проблема израильтян – у них колесниц не было до сих пор, да? У их врагов филистимлин были, а у них вот нет танковых армад, как мы сегодня бы сказали. При Соломоне появились. Он разместил их в особых городах и при царе в Иерусалиме. Сделал царь так, что в Иерусалиме серебра было что камня, а кедрового дерева – что смоковниц на равнинах. Дерево смоковницы, инжирного дерева, оно совершенно не ценится, только на растопку разведет. Вот такое очень корявое и трудно обрабатываемое. Лошадей доставляли Соломон из Египта и из страны Куэ, никто не знает, наверное, северные области, то есть где-то из Малайзии, в которых закупали царские торговцы. Колесницы из Египта поставляли они за 600 шекелей серебра, а коня – за 150, и также продавал их всем царям хецким и царям сирийским. Все хорошо, все просто идеально. Остановись мгновение, ты прекрасна. Но история продолжится. И дальше у нас будет не очень хорошая история про Соломона в 11 главе. Продолжение следует... Продолжение следует...